окей всем доброе время суток кто присоединился если вы вдруг не в курсе куда вы попали то вы попали на наш еженедельный урок по недельной главе торы я приветствую всех кто уже присоединился на зуме в линке к этому мероприятию на фейсбуке есть линк на зум конференцию так что вы тот кто слушать нас на фейсбуке через хабата торг может тоже присоединиться привлекированным товарищем на зуме и позадавать вопросы вы поморочить мне голову те же которые на хабата true всем тоже доброе время суток смотря откуда вы это смотрите и видите если у вас возникают вопросы по ходу занятия пишите в комментариях к этому видео я с удовольствием на них отвечу после того все же кто на зуме точно также с удовольствием отвечу на ваши комментарии только по дороге пока будут идти занятия мне сложно интерактивно отвечать поэтому пишите в чат но в любом случае в конце урока с удовольствием отвечу на ваши вопросы но я думаю что раз у нас хасидский урок и тем более что был бы повод а повод так и есть то нужно начать его слыхаемо во-первых у нас и какой у нас повод если кто в курсе то каждое утро во время со времен начала карантина который вот-вот-вот уже лопнет если уже не лопнул и переродился у нас здесь в беспорядке в нью-йорке по крайней мере то мы начали с вами изучать дополнительный урок тор и мы каждое утро занимаем мы изучаем законы благословений и дамы и господа сегодня у нас утром был юбилейный урок 50 урок на карантине можете себя похлопать по плечу у меня тоже по плечу соблюдая социальную дистанцию потом понять какие вы большие молодцы и поэтому за всех лыхаем лыхаем ягдил турабы яадир чтобы каждый из вас увеличивал тору и приумножал ее и дай бог что мы выучили еще много тору и даже если закончится карантин мы не прекратили ее умножать а продолжили этот урок и дошли и до следующего юбилея и до 150 300 и короче всем до 120 лыхаем лыхаем ну а теперь к самому уроку как у нас это принято кто прислал у меня имена если вы хотите добавить какие-то имена кому-то за выздоровление по шлейма кого-то посвящение в честь я не знаю какие-то разные события день рождения кто-то или память о ком-то выпадает сейчас я упоминаю имена в начале урока пусть я слова тора которые мы с вами выучим будет заслугу будут идти в заслугу людей и людей которым нужно выздоровление это сейв сейв бен шейна шейна бас хая авраам бен хася болис бен шушана хая камила сара бас сарах со всеми кому нужно выздоровление об этом мире кого вы знаете или нет пусть они все будут здоровы благодаря словам тора которую мы с вами сегодня скажем ну давайте теперь плотненько перейдем как такому изучению и у нас глава насос глава насос самая длинная глава ввиду того что в ней 12 раз повторяется один и тот же отрывок подношение подношение глав глав колен израиля но мы с вами об этом не будем говорить если вы хотите то я это упоминаю своем недельным коротком недельным видео который вы можете посмотреть на ютубе на моем канале посмотреть на хаббат датру колльтура на моей странице фейсбуке и там как раз оказывается на этого вопроса но сегодня я хотел поговорить совершенно о другой теме которая бору хашем стало у нас уже очень релевантно последние годы и посвятить конечно же этот урок с нашим замечательным коином конечно до того у нас был один лестер герой коинского труда который каждый каждый праздник независимости от времени дня и ночи приходил и благословлял даже тогда когда мы изучали учили тору ночью всю ночь праздник шабот и молились рассветом были такие случаи когда он просто приходил ко мне моменту рассвета и благословляла были такие случаи которые зачем не понимаю сидел на моем уроке всю ночь который я преподавал на русском а по крайней мере он прикидывается что он по-русски не в зуб ногой но это за нашего замечательного лестера до 120 ему я уже не помню сколько ему лет по моему 83 года отмечаем уже лет 10 но неважно и по моему 87 сейчас если я не оживаюсь дай бог ему до 120 ну и конечно у нас есть молодое поколение коинов это Толик и Дима которые присутствуют на этом уроке и вы тоже большие молодцы в этот швозь как правильно сказал Дима можно было по-моему несмотря на то что мы собрались на молитвы в узком кругу благодаря карантину нам удалось с вами послушать Дима на и только благословение в акустике в большом зале так что так держать и будем продолжать и лестеру будет 87 через месяц 87 да добрый через месяц и именно этой теме я и хочу сегодня позвать светить урока как вы знаете никогда не хочу быть голословным поэтому выведу на экран текст который мы с вами сегодня будем изучать для того чтобы опираться как говорится на первоисточники почему сейчас потому что именно в главе носок между всеми там перипетиями перед выходом уже движением так сказать по пустыне замечательным интересным законом сута который если вы помните в прошлом году мы отвечали с вами отмечали обсуждали на наши лекции и он есть на моем канале youtube этот урок по поводу сота женщина которая подозревается в измене мужа посередине этого казалось бы абсолютно не в тему не в сюжете приводится благословение койнов заповедь благословение койнов это заповедь истории мы с ним будем сегодня чуть более очень скрупулезно говорить о том что такое именно критерии заповеди истории в этом благословении но сам текст который мы используем для благословения койнов который мы говорим нашим детям пятницу вечером во время кедуша благословения наших детей так что принято делать канун йом кипура это ультимативный текст благословения который дает нам всевышний нашей святой торе напомню только немножко технологию этого благословения как это происходит левиты идут мыть руки койном койны затем снимают обувь и благословляют народ если в компании молящихся нету левитов то первенец имеет право заменить в данном случае левитов что левиты служат в храме вместо первенцев поэтому у нас есть заповедь выкупа первенцев также в земле израиля принято что настояние койнов во большинстве общинах делают каждый день в некоторых хасидских общинах делают только в субботу во время мусофа за пределами земли израиля диаспоре мы делаем это благословение только большие праздники хотя опять же есть некоторые сифарские общины которые делают это каждый день когда койны помыв руки снимают обувь и выходят благословить народ но есть старый анекдот по этому поводу израильский по поводу попробую его симпровизировать на русском о том что один еврей пришел к бабе если кто знает нет не бабе смысле бабель а баба смысле ясновидящий в иудаизме тоже есть такое понятие у сифардов есть такой статус баба на вот как бы баба салия если кто-то слышал пришел там говорит вот у нас там проблемы в семье что делать то там закатывал глаза помахал руками и говорит да у вас серьезные проблемы в семье но я могу вам дать благословение и у вас все исправится за это вы мне должны но за благословение вам нужно заплатить спрашивает сколько заплатить 10 тысяч долларов почему нужно здесь вдруг за твое благословение нужно было стоять 10 тысяч долларов и кто и написано что будет благословлять с любовью еврейский народ на что отвечает баба баба он говорит это отношу относятся к коинам коины от нас благословляют с любовью и делают это бесплатно поэтому они делают это босиком а ну это конечно же анекдот никакого отношения к реальности это не имеет но давайте посмотрим на само благословение которое мы сегодня много будем раз возвращаться посмотрите на текст он приводится у вас в первом отрывке дима я понимаю даже не знаю кто пишет но я знаю что пишешь ты поэтому сейчас не буду смотреть а посмотрю только не отвлекай меня пожалуйста откуда мысли все будет в конце хорошо не волнуйся на обе соберем вам столиком все нормально да но я продолжу все таки по тексту посмотрите на первый отрывок само благословение которое приводится нашей недельной главе обратите действительно обратите внимание на слова потому что мы дальнейшем будем заниматься крючка творством определяться и придираться ко всем словам этого благословения кстати те кто с нас смотрит на хабада тру у вас на экране тоже должен быть текст так что вы можете следить вместе с нами всевышний муше говорит так скажи аарону то есть всевышний передай аарону и его сыновьям соответственно потомство арона такое чтобы они вот таким вот образом именно этими словами благословляли еврейский еврейский народ скажи им следующее и вареха ашем бешмареха на благослови всевышний тебя и у тебя охранять я эра шэмпанабе леха байхунека осветить свое лицо всевышний тебе и правильно сказать как-то на русском да и будет тебе благоволен благоволить к тебе 26 предложение и са ашемпанабе леха байосэм леха шалом да и обратиться к тебе обратить всевышний тебе свое лицо напрямую и поставит установит для тебя мир и последнее предложение замыкающего и вы таким образом то есть коины будет устанавливать имя всевышнего среди еврейского народа и я их благословлю теперь тут сразу возникает много вопросов ну во первых обратите внимание как это записано мы к этому к этому еще конечно же придем это благословение действительно идет по нарастающей и есть я я думал включать это в нашу лекцию или нет но я думал что почему-то решил что это надеюсь со мной согласитесь не столь практично потому что есть много объяснений именно по структуре этого благословения обратите тут прямо у нас тройка тройка семерка туз первая строчка благословения 24 предложения это три слова 2 5 слов затем 7 слов есть вот этот по нарастающих как происходит это это благословение но здесь сразу возникает очень много вопросов первый вопрос которым вскользь его коснемся но я хочу чтобы обратили на него внимание арон к этому времени уже тоже служит храме он напрямую общается со всевышним то есть он тоже пророк почему мужа говорит скажи передай арон почему не говорит напрямую другой вопрос секундочку кто кого здесь благословляет тут идет полное не сочетание кончание благословения и окончание благословения и самого благословения потому что здесь говорят эти слова говорят конец давайте представим как то выходит выходит коины говорит и говорят благословит вас всевышний и будет вас охранять пусть всевышний повернется вам свое лицо и так далее и так далее кто кого здесь благословляет благословляют коины народ который стоит а что написано в конце чтобы таким образом я благословлю всевышний секундочку помедленнее я записываю ведь мы же знаем что мы не можем что благословение оно должно идти напрямую от всевышнего причем здесь коины и кто такой вдруг коин что должен меня благословить если я хочу благословение от всевышнего я прошу его всевышнего если я хочу благословение у человека я попрошу у человека если идет речь о том что всевышний должен благословить еврейский народ так пусть это будет напрямую пусть сами коины говорят что не Всевышний тебя благословил, как мы дальше увидим, что они могут попросить просто у Всевышнего, чтобы он благословил еврейский народ. Другими словами, здесь получается, мы создаем посредника, посредника между нами и Всевышним. Это коин. И я говорю сейчас совершенно в негативной коннотации, потому что для нас, для русскоязычного общества, которое выросло на так называемой иудео-христианской культуре, или точнее, если говорить уже о христианской культуре, и то православной, то я об этом говорил уже неоднократно, то мы с вами постоянно сталкиваемся с тем, что рэбэ за меня помолитесь, пойти в церковь, чтобы священник за меня замолвил словечко. Здесь, вот, зачем далеко говорить? Вот Тора нам конкретно предлагает такую модель. Священник коин замолвит за нас словечко. Зачем же тогда вот это все... А я об этом говорю неоднократно и очень много, и постоянно об этом распоминаю, что нужна ваша личная молитва, вся наша недельная глава, то, чему посвятил я в этот короткий ролик в понедельной главе по поводу того, что каждый, пусть говорит одно и то же, приносит одно и то же из принципов еврейского народа, но это его личное подношение, всего, что ему нужно, твои собственные подношения, пусть это будут те же самые слова, которые написаны в Сидуре, потому что нету посредников, никто не может прийти в синагогу, это абсолютная чушь, и если кто-то такое делает, то это категорически противоречит иудаизму. Если приходишь к раввину, чтобы он за тебя помолился, нет, ты должен молиться, вы можете помолиться вместе, он тоже может помолиться вместе с вами, но ничто не заменит вашу собственную молитву, и сейчас, именно в этой главе, в которой одновременно нам показывается, что молитва каждого уникальна, обращение ко Всевышнему каждого, оно уникально, как мы с вами говорили на прошлом уроке, объясняет это Алши, о котором мы сегодня тоже упомянем, что мы равны в своей уникальности, и соответственно у каждого своя дорога ко Всевышнему, здесь нам конкретно говорится о заповеди создать посредников между нами и Всевышним, и поэтому возникает вопрос, во-первых, зачем нужны эти посредники, во-вторых, кто они вообще такие, и пусть поймут меня правильно присутствующие здесь, коины, да кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой, чего вдруг ты меня будешь благословлять, да, я, вдруг мы с тобой стоим, что за дела, мы с тобой можем стоим трепаться, говорить о политике, делать лыхаем, болтать во время молитвы, и вдруг, вдруг этот коин становится каким-то особенным, выходит, становится перед теми, и меня благословляет, кто он такой, чтобы мы только что с ним бухали вместе, а тут он благословляет, более того, я думаю, что особенности для людей, которые живут в диаспоре, вы знаете, всю напряженность этого момента, когда мы собираем всех детей, засовываем их по талисы, под которыми сидит уже черта Брославский, на бэкграунде, да, и полная тишина, и ведущий молитвы говорит тихим голосом эти благословения, и коины на распев повторяют, учитывая то, что считается, что именно та мелодия, на которую повторяют, говорят это благословение, это та же самая мелодия, которую коины говорили еще в храме, и благословляли еврейский народ, никак не изменилось, но, секундочку, я могу понять, действительно, если бы говорить о иудео-христианской культуре, что священник, это человек, который там не от мира сего, он там, у него нету, не занимается супружеской близостью, там ведет аскетический образ жизни, и вот я к нему прихожу за благословение, а тут, извините, конечно, Толик и Дима, которые, знаю, вы точно здесь присутствуете, нормальные пацаны, общаемся нормально, выпили вместе, погуляли вместе, посидели на субботней трапезе, рассказывали, кто ты, и тут, возьми, откуда-то взяли, стали, пальцы растопырили, и меня благословляют. Короче, кто они такие, чтобы нас благословлять? И это не вопрос, который задаю только я, это вопрос, который задается множество нашими комментаторами, посмотри, мы пойдем, можно было привести много таких вопросов, но мы пойдем чуть-чуть по нарастающей, начнем с более древнего, это Медрештанхума, Медреш еще чуть меньше, чем в 2000-летней давности, и потом чуть-чуть будем продвигаться дальше, посмотрите, что именно по этому поводу говорит Медрештанхума. Второй отрывок у вас на экранах. Амра Кнесет Исраэль, сказала еврейская община, да, понятно, что это идет речь, аллегория, Левне Хадошбруху, перед Всевышним. Короче, евреи наехали на Бог. Рибойну Шилойну, Владыка Вселенной, Лекуанима, Таумэль Левархейну, что тут вдруг Коэнов застав говоришь, заповедуешь наш благословлять? Энэн Сухимана Берхатха, мы не хотим их благословения, мы хотим твое благословение. Почему кто-то, какие-то ребята должны приходить и нас благословлять? Энэн Ашкифа, Мемаун Котшеха, Мема Шамая, тут перефразирована цитата из Танаха о том, что посмотри на нас из возвышенности своей святости, с небес, и благослови нас. Зачем нам Коэны, которые мы узнаем? Мы хотим твое благословение, что абсолютно логично и ложиться в канву вообще всего интеллектуального иудаизма, что у нас нету посредников, мы не преклоняемся ни перед кем, ни перед какими священниками, ни перед какими там аскетами, раввинами и так далее. Аммар Лаймак Хадошб, ответил на Всевышний. Афаль Пишамар Телекуаним Шим Вархим От Хэм. Несмотря на то, что я сказал, что Коэны вас будут благословить, Ами Уммэти Маэм Вим Вархет Хэм. Я стою прямо с ними и вас благословляю. Это, конечно, красивый риторический ответ, но извините, я знаю, что Броху говорят Коэны, но я не отвечаю на Коэны, то есть другими словами Всевышний тут уходит, конечно же, от ответа в этом мэдэш, но главное в этом мэдэш, что этот вопрос существует. Кто они такие, чтобы нас с вами благословлять? Этот вопрос усиливает Рабрицко Каарамам, последние несколько лекций мы его часто цитируем, автор подписающей книжки Акидаты Цха, Комментарии на Торе, Испанский мудрец 13 века, если я не ошибаюсь. Он задает абсолютно тот же вопрос. Мату Элет Вимитсва Зо. В чем смысл этой заплаты? Теперь здесь не вопрос только сейчас, он усугубляет этот вопрос, не вопрос только в том, что мы обращаемся ко Всевышнему, что мы хотим его благословения, а не благословения Коэна. А здесь говорится о конкретной заповеди Всевышнего. Спрашивает он, в чем смысл этой заповеди? Абрахот нупиа куаним аляам, благословения Коэна к народу, киуи талэ уит барак, мэма юсив, ой, итен, ими бархоа куаним, ой, ителу. Да, и поэтому он тот, он возвышен, он кто дает нам все благословение. К нему мы обращаемся с просьбами, а сейчас мы еще выясним, с какими просьбами, и о чем вообще это благословение Коэна так вообще станет непонятно, но тогда уже будет все более понятно, когда мы до этого дойдем. Поэтому вопрос, зачем нам это благословение Коэна, на которое приводят всех детей, тащат всех в синагогу. Несколько раз в году, по крайней мере, у нас диаспора, и в Израиле это все более популярно, и здесь, опять же, семья Брасландских поставила фотографию благословения у стены плача, если вдруг кому-то уже удалось там выйти, но если нет, то очень рекомендую оказаться у стены плача в холе Мойт Пейсах или в холе Мойт Суккот, когда собираются тысячи, действительно, тысячи Коэнов со всего Израиля съезжаются на утреннюю молитву праздничную к стене плача, и собираются сотни тысяч евреев, которые слушают общее благословение Коэнов. То есть, если кто-то помнит, как выглядит эта площадь перед стеной плача, то вот вся загороженная часть, где обычно собирается не сама площадь, где все эти проходы, где вот эта большая-большая плаза, а вот там, куда спускается уже молица, которая огромное, это пространство, только оно полностью заполнено Коэнами, а все остальные стоят на этой огромной площади, плюс на всех ступеньках, я когда-то стоял там наверху, там и смотровая площадка, там лучше всего стоять и слушать это благословение Коэнов, все видно, учитывая, что нельзя смотреть, об этом мы тоже сегодня поговорим, но то, что говорит Раблицкая Карама, он говорит, мы хотим благословения Всевышнего, при чем здесь эти люди, которые пришли, помыли ручки и теперь думают, что они могут нас благословить, в чем особенность этой западе, в Киаяле, Лесею Леаше, Лесею Леаше, Всевышнему нужна их помощь, если то, что говорит Меда Штамфума, как отвечает Всевышний, что не волнуйтесь, это не они благословят, а я стою рядом с ними и вместе с вами благословят, окей, если ты стоишь рядом с ними, давайте мы все-таки верим в Бога, который не имеет визуализации, мы прекрасно можем помедитировать и представить себе, что Всевышний нас благословляет и сами сказать эти фразы и получить гораздо более четкий и сильный психологический эффект, когда мы сами скажем это благословение и представим себе, что Всевышний нас этим благословляет, зачем Всевышнему какие-то посредники? Опять же, возвращаемся к вопросу, кто они такие? Один из ответов на этот вопрос, точнее, ну, такая, своего рода, перевод стрелок в этом вопросе дает Абарбанель. Дон Сака Барбанель, величайший комментатор Торы, Талмуда, конец 15-го, начало 16-го века, он поворачивает всю эту историю совершенно в другую сторону и говорит, никакие койны, ребята, нас не благословляют, то, что делают койны, они делают совершенно другое и это неблагословимо. Посмотрите, четвертый отрывок, то, что пишет Дон Сака Барбанель, И поэтому здесь написано «Говори Аарону и его сыновьям, так они благословляют еврейский народ». Имеется в виду, говорит Барбанель, «Шилой их живу Аарон вебанавшем и вархим и мишпим бэцем бэцем вэмэта браха и льюна Аль-Исраэль, чтобы никто не вдруг, почему сказано передай сыновьям, что они будут благословлять еврейский народ, почему они говорятся напрямую Аарону, Всевышним, помните первый вопрос, который мы задали, для того, чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что это на самом деле Аарон и его сыновья благословляют еврейский народ. Они просто молятся Аль-Бирхатам нас в своем благословении. Что значит «говори им», что они должны проговаривать это как молитву, которую обращают Всевышнему, чтобы он нас благословил. Что здесь говорит Абарбанель? Как он пытается выкрутиться из этой ситуации, что вдруг нам как заповедь дают посредник? Он говорит следующую вещь. Он говорит о том, что в данном случае не идет речь о том, что именно поэтому сказано «говори коинам», что их здесь работа говорить, а не дай Бог, чтобы вы не подумали, что они нас благословляют. Действительно, кто они такие, чтобы нас благословлять? Идет речь, что этим словами они молятся Всевышнему, чтобы тот нас благословил. То есть, что имеется в виду? Точно так же, как любой другой еврей. Когда хочет благословения Всевышнего, он у него его просит. Если нужно что-то попросить, то, конечно, мы просим этого начальника Жека у Акадошвы, у Всевышнего благословен он. Коины, будучи священниками, и здесь это не отвечает на вопрос, чего вдруг их ставят посредниками, их выделяют точно так же, как в служении в храме, выделяют в том, чтобы они в этих словах просили Всевышнего, чтобы он благословил еврейский народ. То есть, в этом объяснении мы избегаем то, что они посредники. Почему? Потому что мы их просим, чтобы они попросили у Всевышнего. А это их заповедь просить Всевышнего благословить еврейский народ, то есть, они в данном случае не выступают посредниками. И тогда это отвечает на вопрос, что вообще они тут ни при чем, не они нас благословляют, а просто у них есть заповедь просить у Всевышнего. Хорошо, мы попросили, пусть еще и Коины попросим. Но, это амсори, как говорят в Одессе, да, это очень странное объяснение, потому что, если бы это было действительно так, это была бы молитва, то почему тогда вернемся к первому отрывку сказанным и вареха, шемба и шмреха, благословить тебя Всевышний будет охранять. Это слова, обращенные ко мне, на ты, от Коина. Это не слова, в которые обращаются ко Всевышнему. Если Коин молится Всевышнему, чтобы тот дал нам благословение, он не должен говорить благословить Всевышний тебя. Если он молится, чтобы Всевышний меня благословил, пусть он скажет Всевышний благослови еврея. А он не говорит Всевышний благословит тебя. То есть, Абарбанель здесь немножко стирает грань и говорит, что вот это вот именно обращение Коина к еврейскому народу это часть молитвы Коина за еврейский народ перед Всевышним. И именно потому, что это заповедь, отвечая в данном случае на своего соотечественника, только жившего на песне, стилетранжевого Витсака Рома, именно в том заповеде Коина просить за еврейский народ у Всевышнего. И тогда он не занимает статус посредника. Но я надеюсь, что вы согласитесь со мной, что это странное, категорически странное объяснение. И надеюсь, что вам вы доверяете, я уверен, если вы пришли на этот урок, слава Богу, вас много, вы доверяете, поэтому это значит, что вы доверяете мне. Но надеюсь, что вы доверяете не только мне, а другим комментаторам. Поэтому Алшек, которому мы много цитируем на наших занятиях, он не то, чтобы напрямую задает вопрос на Барбанеля, но он рассматривает этот же самый момент объяснения, благословения коина и говорит, что такое объяснение нерелевантно. Посмотрите, пятый отрывок, я прочту и переведу. Лама и добро коаним им израэлу марвахаше. Чего вдруг будет говорить коины с еврейским народом, сказав, благословит вас Всевышний. Галотова яше и добро коаним эляше. Лучше, он говорит логически, уже своего рода, хотя, если не ошибаюсь, Алшек жил до Барбанеля, но ссылаясь своего рода на тот комментарий о Барбанеле, который мы только что с вами прошли. Лучше пусть коина говорит с Богом. Мне их благословение не нужно. Как я уже сказал, кто они такие, чтобы меня благословлять? Если они хотят, чтобы Всевышний нас благословил, если Всевышний дает такую заповедь, что была одна группа людей, в чем и заключается служение коинов, это просить за еврейский народ, это заповедь, которая относится к коинам, то тогда это благословение должно было звучать, позвучать по-другому, как говорит Алшек, по-емру и лав и скажет ему Бархэм Ашем Батишмарэм, да, учите, говорит Алшек, грамматику иврита. Это благословение должно звучать благослови их Всевышний и охраняй их. Не Ивареха Ашеба Ишмареха, благослови тебя Всевышний, то есть нас с вами, простых смертных евреев, и пусть он нас охраняет. А обращайтесь напрямую к Богу, обращайтесь, выполняйте свое назначение от того, что вы просите за благополучие еврейского народа, не потому, что вас еврейская народа повросила, потому что это ваша функция по воле Всевышнего. И скажите благослови их Всевышний и их охрани. Но текст звучит по-другому. Велоши и добру ам Исраэль ломар лагэм и вареха ваше баишмареха. А не чтобы они говорили еврейскому народу, говоря благослови тебя Всевышний и будет тебя охранять. То есть Алшек, опять же, я сейчас не могу вспомнить, но я просто построил здесь в иерархии мысли, они в иерархии время, но, по-моему, Алшек живет, если я не ошибаюсь, до Барбанеля. Он опровергает полностью объяснение Барбанеля. Напрямую или косвенно это делает, адресует эти слова Барбанелю или нет. Но что он говорит здесь? Он говорит, представить себе, что благословение Коина это молитва за еврейский народ. Нелогично, потому что тогда она должна была быть в другой форме. Не в словах, давайте вернемся к этой молитве, не в словах благословить тебя, Всевышний будет и охранять. Пусть Всевышний тебе осветит свое лицо и будет хорошо к тебе относиться. Всевышний повернет тебе твое лицо и установит тебе мир. Некое время должно на ты обращаться, а все это должно быть совершенно в другой форме. Должно быть сказано пожалуйста, Всевышний, благослови их и охраняет. То есть все в форме обращения к Всевышнему за евреев. Соответственно, говорит Алшах, такое объяснение, что эта молитва не работает. И мы возвращаемся к нашему первичному вопросу, что, кто такие эти коины, чтобы нас благословлять. И в чем смысл этого благословения, которое должно быть сказано именно коинов. Конечно, здесь я уже немножко забрасываю удочку на ответ на этот вопрос, потому что, конечно, идет речь о особенности именно этого благословения. Но остается, конечно же, вопрос, почему именно коины должны благословлять еврейский народ. Итак, то, что мы с вами попытаемся сейчас развязать этот клубочек, который, я надеюсь, я уже запутал, такая работа у меня, это то, кто такие коины, почему именно они должны благословлять и в чем особенность именно этого благословения, которое должны нам говорить коины. Итак, Итак, давайте посмотрим, какая у нас функция коина. Кто они такие? Давайте разберемся. Коины, как мы знаем, они избраны для служения в храме, но работа в храме – это работа. Алягеркумалагер, да, или Альбертмахтфрай – это их обязанность, да, они в войне работают и так далее, это их обязанность, которым дана служить в храме. И это все связано с работой в храме. Но есть три вещи, которые есть заповедь у коина, которые не связаны напрямую с храмом. Одна из них – это благословение народа. Благословение народа не производится только в храме. Эта заповедь существует и по сегодняшний день, и сегодня еврейский народ благословляется коинами за отсутствием храма, при том, что храма нет. Причем даже в диаспоре. Еще одна заповедь, которая не связана с храмом, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, что в этой иззади, сейчас мы ее не прочтем, подчеркивается, что оно должно быть совершенно не в храме – это царат, это проказа, в которую обязательно нужно пойти и показаться специалисту. нужно пойти и показаться врачу. И мне кажется, что оно подчеркивает еще больше наш вопрос. Сейчас мы с вами выясним. Итак, давайте посмотрим о втором моменте, в котором есть функция коинов, не связанная с храмом. Посмотрите, шестой отрывок. ЗОТЬЕ ТУРАТА МИЦУРА БИЁМ ТАРАТО УВАЛЯ КОИН. Что такое? Это будут законы царат, вот этой проказа, хотя вы помните, что это не совсем проказа, мы об этом с вами учили. Эти штучки, которые выскочили, как потом мы учим, за злословие. И коин выходит за пределы лагеря и проверяет эту проказу и смотрит, или она излечилась. Что имеется ввиду? Имеется ввиду, что евреи, которые, не дай Бог, страдают проказой. Или эта проказа появляется на одежде, он должен прийти к коину, и коин это делает вне территории храма. Наоборот, выходит за пределы даже лагеря, по крайней мере, когда идет речь о еврейском лагере в пустыне. А если идет речь о проказе на домах, которая была в момент, когда евреи вошли в землю Израиля, таким образом рассказывает мэтр, что они понаходили кучу кладов, то он идет в дома, он не находится в храме. То есть мы видим, что эта функция коина не связана с храмом, не связана с его работой в храме, а очевидно, как и само благословение, связана с природой коина. Назовите это, как сегодня популярно говорит, ген коина и так далее, но связана напрямую с коином. То есть коин здесь выступает как врач. Ну, дамы и господа, написано «Ани Гошем Рофеха», «Я Всевышний твой лекарь». То есть это вопрос, который всегда задается по поводу врачей. Как сказано в «Перке Авот», который мы возобновляем учить на этой неделе, Решан Руфим Лагейн, он самый лучший из врачей, он идет в ад. Не будем сейчас даваться в подробности, почему так негативно относятся к врачам. Они большие, молодцы и так далее, давать немножко пропаганды за наших медицинских работников, которые спасают, по крайней мере так говорят, нас от короны, но суть важна. Но если по этому поводу, почему вдруг Всевышний, если Всевышний нас отличает, при чем здесь врачи? Что это за убийцы в белых халатах? Получается, коины – это такие же убийцы в белых халатах, потому что это те же самые врачи, потому что к ним приходят с кожными заболеваниями. Есть известная история, когда к Алтаребе пришел один хасид просить благословения на излечение. Вылечитель Алтареб ему сказал, тебе нужно пойти, не ко мне идти, а пойти к главному врачу Аниполи. Все знают, какой Аниполи, большой еврейский центр, к главному врачу Аниполи. Пошел и этот еврей, поехал в Аниполи. Аниполи – это был очень бедный город, как мы знаем, там был такой великий царик Рыбзуша из-за Аниполи, который сам был еле туша в теле. Приходит он, опросил весь город. Какой врач? У нас нет никаких врачей. Где ты нашел каких-то врачей? Как же же? Давай просим Всевышнего и так далее. Когда у нас какие-то проблемы, дай Бог, у нас тут царик, он за нас молится. Вот так мы и вылечимся. Позвращается этот еврей к Алтаребе и говорит, зачем ты меня послал к Аниполи? Там нет никакого врача, как я вылечусь? Он говорит, а как они лечатся, спрашивает Алтаребе. Он говорит, они обращаются ко Всевышнему. Он говорит, вот, это главврач Аниполи. Главврач Аниполи – это Всевышний. К нему нужно обращаться по просьбе с лечениями, а не к врачу. Да, я понимаю, сейчас мы можем это все развить, эту тему, но сказать, что к врачу мы приходим за тритментом, а не за излечение. Величивая и влечит нас, конечно же, Всевышний. Аниэ Шэм Руфэ, как я сказал, Всевышний твой язык. И это только усиливает наш вопрос по поводу коинов. Ладно с благословением. Ну, извините, пожалуйста. Я очень люблю Диму и Толика, которые присутствуют на этом уроке. Но я не думаю, что они будут очень рады, если я пойду показывать им свои кожные заболевания. Плохо, что у меня их нет, но если вдруг у кого-то кожные заболевания, давайте договоримся. В нашей общине мы созываем наш консилиум коинов и показываем все, где что у кого высыпало. Я не думаю, что наши коины будут этим довольны. Этим довольны. Кроме того, мы вернемся, конечно, к этому еще тоже, что любайческий Рэбе постоянно подчеркивает, если у тебя что-то болит или где-то чешется, пойди к врачу. Рэбе всячески наставил на том, чтобы у нас не был главврачом Аниполи или Шипсенбея Всевышний, хотя он главным всего. Но если у тебя что-то чешется, идти к врачу. Не нужно молиться. Нужно быть нормальным человеком. И это только усиливает вопрос, при чем здесь коины. И третий момент, когда функция коина выполняется независимо от храма, я специально подчеркиваю, что это не часть их обязанностей в служении в храме, а именно обязанностей как коина, и там уже еще больше подчеркивается именно статус коина, особенность его как статуса, это история, которая называется Агла-Руфа. Агла-га-а-руфа. Обезглавленная, если я правильно перевяжу на русский, а с лицами не будем создаваться. В подробности этого закона идет речь, что если между двух городов был найден труп, и расследование мудреца ведут, померили от этого города, от того города и так далее, от того меньше, от того больше или на одинаково, короче, если ближе, то нужно принести это глава-Руфа. Но кто этим всем должен заниматься? Не следователь, а кто весь этот спор между двумя городами? Посмотрите, седьмой отрывок, это уже из книги дворин. И пришли коины, сыновья леви. Обратите внимание, подчеркивается здесь не просто коины, а что они, сыновья леви, мы к этому еще вернемся, поэтому следите за руками, каждое слово здесь важно. И по их слову будут разрешаться любые споры и любые, как они называются? Любые болезни, это и есть вот это вот негацарат, это кожное заболевание. И здесь уже в конце Торы Мойшера Бейну очень четко подчеркивает именно статус коина. Коин – это тот человек, который разрешает споры и вылечивает вот эти вот все кожные заболевания. И обратите внимание, это три функции, которые не относятся к службе коина, а идет речь именно о его персоналах, о том, кем он является, им дано Всевышнему право благословлять, вылечивать и разрушать все споры. Ну, по поводу разрушения всех споров, вы все знаете, поэтому здесь не приводил эту цитату, потому что мы ее цитируем достаточно много на разных уроках. То, что говорит Ирлеля Закен в Перке Абот, что мы должны все стремиться быть учениками Аарона. А кто такие ученики Аарона, первосвященника? Он любит мир, гонится за миром, любит все творения, и приближает их к Торе. Обратите внимание, сколько раз упоминается слово любовь. Теперь, что имеется в виду любит мир и гонится за миром? Имеется в виду, объясняют комментаторы, что когда люди шли на тяжбу, разрешать тяжбу к Мушер-Абейну, то Аарон за ними бежал и говорил, давайте договоримся. Это была природа Аарона в том, чтобы разрешать конфликты между людьми. То есть, что мы здесь видим? Что статус Коина, который дает ему право нас благословлять, который дает ему возможность вылечивать за злословие, который дает ему возможность разрешать все споры, статус он какой-то природный и естественный. И, конечно, здесь можно было бы говорить о гене Коина, но это я оставлю на очередную встречу с моим близким другом Робес Ройлем Беренбаумом, который уже один из крупнейших специалистов в вопросах генетики и установления еврейства по генетике сегодня в мире и давал уже лекцию на эту тему. Надеюсь, поговорит с нами об этом еще. Но давайте попробуем для нас выяснить, что такое ген Коина. Для этого нужно найти, как называется, patient zero. Кто такой у нас patient zero в гене Коина? Это, конечно же, Аарон. И давайте вспомним, что первое нам говорится о Аароне. Я перескочил специально Рамбама, к которому мы через пару минут вернемся. Просто разошла такая тема. Хочу к этому прийти. Первый раз, когда Аарон у нас выходит на мизансцену выхода из Египта. Это когда? Это не когда рождается Муше. Это когда Муше отказывается от Всевышнего. Отказывается от Всевышнего. Не хочу, не буду идти спасать еврейский народ. Плохо умею разговаривать. Костноязычен. Губки опалили. И так далее. Не смогу. И я вообще такой весь строгий. Я ведь левит и так далее. К этому мы сейчас вернемся. Но давайте начнем в тексте. Посмотрите, что здесь написано. И разозлился Всевышний на Муше тоже. Почему? Именно потому, что Муше сказал, не могу, не буду, не пойду. Всевышний так не разговаривает. Алло. Но что он говорит в Муше? Не то, что как тебе не стыдно, как в других случаях он говорит, буквально предыдущее предложение тебе не стыдно. Я тебе сказал, иди ты идешь. Я вкладываю слова в твои уста. Что он ему отвечает? Алло. Аарона хиха леви. Ведь твой брат Аарон левит. Еще не коин. Я дате ки дабер и дабер гу. Что он тот, который умеет разговаривать. Вегам. И вот это первый раз у нас появляется на сцене Аарон. И вот торжественный выход перед нами во время выхода из Египта. Первое его появление на сцене. И он тоже идет, посмотри, видишь, он идет тебе навстречу с радостью в своем сердце. Зачем здесь, в этом отрывке, говорится о том, что Аарон идет навстречу Муше с радостью в своем сердце. Этот момент абсолютно бессмысленный. Потому что если говорить о функциональности, то причина, почему Муше не хочет идти, выводить еврейский народ, потому что он не оратор. Он не ведет, не тот человек, который ведет за собой массу. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности лидерских качествах Муше Рабейна. Об этом говорилось в этом формате уже достаточно много. Но и поэтому логично предположить, что всевышний говорит, посмотри, Аарон, тот, который красиво умеет разговаривать, находит человеческий язык со всеми людьми, он идет тебе навстречу, и он тебе поможет. Но что он говорит здесь? Не то, что он поможет, а то, что он идет с радостью в сердце. Почему с радостью в сердце? Объясняет на это Раши. Я привел две цитаты из Вавилонского Талмуда в разделе Шаббат. Посмотрите, что говорит Раши в десятом отрывке. У вас есть перевод. Брахабы самах болево, что значит увидел и обрадовался в своем сердце. Он говорит, ты спокойно. Я прекрасно понимаю, Муше, что ты думаешь, ты младший брат, Аарон твой старший брат, тебя назначают начальником, Аарон будет тебе завидовать. Он говорит, нет, Аарон не тот человек, за который будет тебя завидовать, потому что ты поднялся так высоко. Аарон – это тот человек, который умеет радоваться успехов других людей. Мы мещаем, и поэтому Захарон лейдей хошен анатолий любой. Поэтому Аарон заслужил быть именно первосвященником, стать пейшен номер зиро, этим первым пациентом Коэна, первым тем, кто зародил ген Коэна. Не забывайте, они с Муше были от одних отца и матери, но именно он становится Аарон Коэном, потому что говорится, что этот хошен, этот брасплей, который одевали на грудь Аарону, то, что он видел пророчества, общался со Всевышним и так далее, он заслужил именно благодаря этому случаю, потому что он не завидовал Муше, а он радовался Муше. То есть мы видим, что Аарон, наш пейшен зиро, он заражен этим вирусом, быть сердечным человеком, быть человеком, который радуется успехам других людей. Это заложено в природе Аарона на такой степени, что этот ген определяет, даже если Коэн вообще не в зуб ногой, именно он может разрешать споры, именно он вылечивает людей. Посмотрите, именно об этом говорит Рамбам, как о законе. Очень странное объяснение по поводу именно нашей царапы, поэтому по поводу нашей проказы я возвращаюсь на восьмой отрывок, если вы следите на экране или по файлам, которые я вам прислал. Посмотрите, что говорит Рамбам. Несмотря на то, что все достойны, все кошерны для того, чтобы проверять вот эти вот кожные заболевания. То есть, что говорит Рамбам? Что необязательно идти к Коэну для того, чтобы определить, что это у тебя закожное заболевание. Но определить, чистый или не чистый, можно сказать, чистый или не чистый, может только Коэн. Каким образом? До такой степени, что если Коэн, почему-то мне кажется, что не наш замечательный Лестер, не Дима, не Толик, если мы покажем им, где у нас чешется, не сможет определить, что это за проказ или не проказ. Это были очень сложные законы, которые учили наши мудрецы. Не забываем, здесь есть очень важный исторический момент. Рамбам живет в 12 веке. Это уже после периода, тысячи лет, больше тысячи лет после разрушения храма, когда статус Коэнов и левитов практически был уничтожен. И когда уже почти две тысячи лет появляется новый статус в аудаизме, статус мудреца, который изучает законы Торы. И если даже есть мудрец, который разбирается в том, что такое чистая проказа, что такое нечистая проказа, все равно он должен взять абсолютно необразованного Коэна, поставить рядом с тобой. Он даже может не смотреть на эту проказу. Этот мудрец, который врач, специалист, он посмотрит и определит, что это за проказа, скажет Коэну, но слова чист или не чист, должен сказать именно Коэн. Он говорит, не чист, Коэн говорит, не чист. Он говорит, чист, Коэн говорит, чист. Тао, тамэ вы тао. Из геро, в ума из геро. Он говорит, мудрец проверяет, что ему еще нужно диспансер, еще семь дней посидеть. Коэн говорит, на семь дней диспансер. То есть, повторяет за ним по слову. Даже если Коэн ничего не понимает, обратите внимание, что Коэн нужен просто, чтобы вынести вердикт. Это абсолютно неважно его знание, его образование, его праведность или даже неправедность. Абсолютно неважно. Потому что Коэн на природном уровне, или как можно сказать, на генетическом уровне, имеет возможность разделить между чистым и нечистым. Или как дальше цитируется то, что мы с вами уже только что прочли по поводу этого найденного трупа между двумя городами, когда нужно разобраться, как он принадлежит. Посмотрите, что продолжает Рамбам. Цитата вот здесь, если кто-то читает на английском. Я читаю вот здесь, на иврите. Шенэмар, как сказано в Альпиэме, е коль рибы коль нега. По их словам, будет разрешение любого спора и любой болезни. Даже если Коэн был ребенком. Даже Добар Митсв имеется в виду. Или просто был умственно отсталым, ненормальным человеком. Просто городской сумасшедший был Коэн. А как мы знаем, это часто бывает у Коэнов. Ни в коем случае не говорю о наших Коэнов. Но есть вот что-то в этом. Наши Коэны просто супер. Но это только еще раз возникает вопрос, чего они нам дают благословение. Мы тоже с ними супер вместе. Даже такому человеку, Мудрец, разбирайте эти вопросы, должен ему говорить, что делать. Ему достаточно просто сказать эти слова. Чист, не чист. Свободен, не свободен. В диспансер, не в диспансер. Что мы видим на основе этого? Что Коэн обладает именно этим качеством, каким-то природным. Назовем это пусть генетическим качеством. Качеством чего? Мне кажется, что это качество, которое заложено в сердце особой любви к другим евреям. Я сейчас не хочу льстить нашим действительно замечательным Коэнам, которые здесь находятся. Но это абсолютно очевидно, что если Коэна нету вот этой природной, хорошего отношения к другому евреям, независимо ни от чего, то это, скорее всего, не Коэн. Потому что этот ген бесспорно проявляется именно в поведении человека. Это необходимо, как мы видим сейчас из этих законов. И главное то, что мы учим на первом Коэне, на нашем patient zero, на Аруне, что он стал Коэном именно потому, что он умел радоваться славе Моше, достижению Моше, успехов Моше. Или как мы с вами несколько месяцев назад говорили о запрете на зависть. Я приводил основателя греческой, древнегреческой трагедии, греческой драматургии, назовем это так. Это комедия, эта трагедия одновременно. Посмотрите, что он пишет. Это достоинство очень маленького количества людей. Радоваться и почитать своего друга за его успехи без зависти. Вот это психическое проявление генетической модификации Коэна, который позволяет ему давать это благословение. Благословение именно из любви. Без этого это не Коэн. Коэн должен проявлять именно эту любовь. Мы видим это на другом примере. Немножко в обратную сторону. Сейчас мы подведем этому итогу и ответим на второй вопрос. Посмотрите тринадцатый отрывок. Все помнят, что у нас есть единственный случай во всей истории, когда жил да был себе человек, который был левитом, и взяли и сделали из него Коэна. Нигде больше, кроме как появления самих Коэнов, такого не было. О ком я говорю? Конечно же, я говорю о Пинхасе. Почему? Потому что, почему не был Коэном? Все знают, что произошло. Он был сыном Элазара, который был сыном Аарона. И когда Аарон был назначен первосвященником, все его дети стали священниками. И, соответственно, все, кто у них породятся после этого, будут Коэнами. Но Пинхас родился до этого. Старшие братья Элазара канули в лету, как мы с вами знаем. А Пинхас, получается, был старше внука Аарона, который родился до того, как Аарону было присвоено звание Коэна. Соответственно, будучи внуком Аарона, он был единственным случаем, который не был Коэном, а остался левитом. Но как мы помним, мы будем читать через несколько недель всю эту щипательную историю с мавитянскими и индианскими девушками и проклятием еврейского народа. И когда уже все понеслось, поехало с еврейским народом, и уже проклятие висело над нами, потому что мы слишком падки на разврат. Пинхас берет копье, закалывает сразу двоих влюбленных, которые совокуплялись перед идолом. Прямо там, в пустыне, еврейский народ, который только вышел из Египта, только получил торм на горе Синаи, и сам всевышний тет-а-тет, уже поклонялись идолам. Вот она сила женщины. Он закалывает их обоих, и его собираются казнить за убийство, потому что что же такое? Это не за толерантность. Как ему не стыдно убивать нарушителей? Ведь они проявляют свои чувства. Это свободная любовь. Чего это он так себя ведет? До такой степени и Муше, и Арон боятся что-либо сделать. Они стоят там и в шоке, и смотрят, как хулиганы просто собираются убивать Пинхаса за то, что он убивает этих правонарушителей. Его судят чуть ли не готовы не просто линчевать, а в официальном суде его судят за то, что он убил нарушителей закона. Приходит всевышний и говорит, так, спокойно, остановились. Пинхас молодец, он вообще отверг мой гнев против еврейского народа, но за это мы его наградим. Почему но за это мы его наградим? Потому что награда больше похожа на наказание. Посмотрите, тринадцатый отрывок. Пинхас бенелаза бен Аарона Хоэн. Пинхас сын Ильезера, сын Аарона, подчеркивается, что он внук Аарона. Ищи бит хамати маль вне Исраэль беканой кенати битухам билок келити эдне Исраэль кенати. Что он отверг мой гнев и приревновал мою ревность, и я не сорвался, так сказать, на еврейском народе за все погрешения, которые они сделали с этими монетянскими и медианскими девушками. Я ему даю союз мира. Каким словом заканчивается у нас благословение? Растопырили пальцы. Шалом. Союз мира. Мир – это и есть имя Всевышнего. Я даю мир. Шалом. Я сейчас объясню, почему я так и концентрируюсь на этом слове. Две секунды. Перейдем последнее, тринадцатое предложение. Сори, я не напечатал его в переводе. Это с прошлой лекции осталось. Но Малахи тоже молодец, когда к этому отношению, к этому лекции не имеет. Я прочту и переведу тринадцатое предложение. В тринадцатом отрывке. И будет ли ему и его потомству союз священничества Киуны навечно за то, что он приороновал Всевышнего еврейскому народу и очистил еврейский народ. Мы же не будем давать подробности той истории, что там на самом деле произошло. Но мне кажется, что если дать еврейское название этому гену, который, коинский ген, который делает их eligible к тому, чтобы благословлять, к тому, чтобы разрешать проблемы, к тому, чтобы облечивать больных. Брит – это слово шалом. Мир. Это приводится именно в эти слова. Брит – шалом. Ему дают этот союз мира, который ему внедряют, внедряют своего рода искусственным путем этот ген, и он из левита единственный случай с момента произошли коины, единственный случай, когда левит становится коином. Это приблизительно объясняет Эмека Давара, один из называемых анацидов, отличающий польский комментатор 19-го века, последний 14-й отрывок. Так это шаркина ла елокав, что значит, он приравал Всевышнего. Брит – шалом магиа ло. Союз мира ему положен. То есть ему дается этот ген. Если бы мы думали, что это ему только за то, что он отверг гнев Всевышнего еврейского народа, то есть получается, что если бы не было гнева, он бы не получил это благословение, то есть не получил этот ген, который мы называем шалом. Потому что это сделано не из-за того, что он хотел отвратить гнев Всевышнего еврейского народа, а потому, что он таким образом служил Всевышнему. Соответственно, что отмечает Эмека Давара, что ему дается вот этот ген шалом, ген мира, которым он и становится коином. Но есть другое объяснение, я не приводил, но очень длинное, которое приводит любавический рэбе, что на самом деле, на самом деле, конечно же, Пинхас был очень агрессивным товарищем, как все левиты. И левиты, они такие, да, я знаю, Хайм, вы здесь, вы не похожи, но знаю, что ваш больный поезд стоит на запасном пути, и поэтому одно из объяснений, что Пинхас был этим агрессивным, агрессивным левитом, который мочил сразу всех, и поэтому ему искусственным путем внедряют этот ген коина, и он становится более мягким, спокойным, любвеобильным, который может разрешать все эти проблемы миром, как это делал Аарон, который может вылечивать больных, который может благословить народ. И поэтому вспомните, как звучит благословение коинов. Каким словом оно заканчивается? Точнее, не благословение коинов, а благословение, которое говорят коины перед благословением еврейского народа. Ввиду того, что это заповедь, а на заповедь мы благословляем, соответственно, если мы благословляем, то это благословение связано с заповедью. Вы вспомните, каким словом оно заканчивается. Леварех – это мой Исраэль Бааба – благословлять еврейский народ в любви. А теперь скажите мне, где в заповеде, я возвращаюсь на первый отрывок, посмотрите на нее еще раз, хоть один раз упоминается это слово «любовь». Его здесь нет. Слово «любовь»… Никто не говорится, что нужно благословлять в любовью. Но мне кажется, что это другое название этого гена, когда мир основывается именно на любви, именно на сердце Аарона, которая радовалась, потому что Муше добился успеха, и не завидовал он, что его младший брат поднялся, а он нет. Именно поэтому вот эта вот природная любовь, беспричинная любовь к другому еврею, когда было у Аарона, о котором говорит Илэля Закен, он может разрешать проблемы, он может вылечивать с этой любовью, он может благословлять еврейский народ. Ну, конечно, есть по этому поводу анекдот, потому что это очень редкий случай, когда упоминается в обращении Всевышнего слово «амор». Да, посмотрите, 23-е предложение в первом отрывке. «Дабер леарон бельбанав, ле мор хот и вархоль дне Исраэль, а мор леэм». Да, что такое «амор»? Амор, как мы знаем, это любовь на французском. Отсюда и в благословлении добавляется слово «любовь», которое в самом, в самой заповеди не присутствует. Но посмотрите, как объясняет, я сейчас немножко давайте серьезней, а то как объясняет именно вот это вот природное состояние Койна, объясняет Святая Книга Зора. Посмотрите 15-й отрывок. «Ки сфатей коэн ишмыру даат ве Тора и вакшу мэпиэм кималах ашэм цавотву». Да, так как уста Койна они будут охранять знания Торы и будут просить Всевышнего с их уст за еврейский народ, так как они являются ангелом Всевышнего, как написано в пророке Малахи, о котором мы уже упоминали. Объясняет это Зор Коэн Гадоль, первосвященник, Шелемата Некра Малахашен, первосвященник, который в нашем мире он называется ангелом Всевышнего. Ангелом Всевышнего, который есть своя рода пропускная, какой-то канал между желанием Всевышнего и конечным получателем этого желания – это еврейский народ. «Мишум шиба митсат хэс». И объясняет Зор, потому что вся идея Коэна – это милосердие. «Анахон мимца коэн шиба митсат курой». Поэтому никогда вы не найдете строгого Коэна. Я не буду вешать ярлыки, но очевидно то, что Тора, то, что Зор хочет показать, для того чтобы определить, что Коэн он коэн – это должен быть добрый человек. Этот ген он заложен где-то в сердце. Как мы видим, это у пациента номер один, номер ноль, у Аарона, что он аж на сердце получил эту нагрудную табличку, с которой он общался. Всевышний пророчество приходило ему через него, потому что он такой человек. Это особенность Коэна. И поэтому Коэн может благословлять. Это его статус. Статус не человека, который это делает, потому что он лучше кого-то, а статус человека, который полностью растворяется в этой любви. Любви не ко Всевышнему, любви к еврейскому народу. Эта любовь к еврейскому народу может проявиться, как у Пинхаса, в ревности. И таким образом получается, что Коэн, он не посредник. Он скорее тот, который... Он marriage council. Он тот, который постоянно примеряет еврейский народ со Всевышним, устанавливая этот мир, потому что он такой человек. И поэтому объясняется и благословение, которое говорит Коэн. Как говорит... Ой, блин, забыл написать. Мараша. Это из Масеха Тасута. Мараша – это основной комментатор различных агадот, рассказов в Талмуде. В данном случае это комментарий на Масеха Тсута. Берката ми варех тахульке фи каваната ми варех. Благословление Коэна будет... Благословляющего будет работать в соответствии с тем, что вкладывает благословляющий. То есть для того, чтобы благословение Коэна, которое он произносит, которое упоминает софторий, которое является заповедью истории, оно работало, Коэн должен иметь правильное намерение в тот момент, что он говорит это благословение. Везеу каванат берката куаниме – это вся идея благословления, которое говорят Коэны на благословление Коэна. Понимаем много слов благословения, сейчас я объясню. Лаварех этому... Извините. Лаварех этому Исраэль бла баава – благословлять еврейский народ с любовью. Слово любовь здесь добавочное, оно не упоминается в самой заповеди. Но это пререквизит, это необходимый коэнский ген, с помощью которого Коэн может благословлять. Исраэль баава – благословение еврейского народа. Хорошим глазом и с желанием в сердце. Есть закон, Шулхан Орух об этом говорил, если Коэн имеет каста, как говорят на еврите, у него плохие отношения с кем-то в общине, он не имеет права благословлять. Если Коэн о нем знает в общине, что он противно иридистов, его не имеет права вызывать на благословение еврейского народа. Если Коэн в этот день, в этот шаббат или в этот праздник поругался с кем-то в общине, он не имеет права благословлять еврейский народ. Иногда, может быть, это причина. Как мы видим, иногда, я вижу, Коэны выходят из помещения для того, что они говорят о благословении. Ну, вот, у него такое плохое настроение, достали его. Вот и вот Смолен этот евреев не flavour. Он не имеет права благословлять, потому что тогда он опровергает вообще свою природу как Койна. Природа Койна, как говорит Зоад, это хесед, это милосердие. И Койн, который приходит со стороны гвуры, со стороны строгости, он, скорее всего, не Койн. Это отсутствие этого гена. И, подводя этому итог, говорит любавический рэб, посмотрите, 17-й отрывок. Койн иньяно леварех это мой сраэль бааба. Вся идея Койна заключается в том странном благословении, которое отличается от всех остальных благословений на заповеди, которые Койн говорит, на то, чтобы благословить еврейский народ. Обратите внимание на действительно потрясающую комбинацию. Заповедь, помните, мы говорили с вами, когда учили закон о благословении, что сами благословения — это заповеди наших мудрецов. Но есть некоторые благословения, где само по себе благословение является выполнением заповедей истории. И вот это одно из трех таких благословений, ну, в общем, в requests их четыре, там, с разными оттенками, одно из таких благословений, которое само благословение является заповедью истории. И поэтому, из-за того, что само благословение является заповедью истории, Коэн должен говорить благословение на это благословение. Но главное слово в этом благословении, главное кавана, намерение, которое вкладывается в это благословение, это пе-агава, с любовью, амор. Ко-эн у-иш-хэсэд. Ко-эн это человек доброты, милосердия. Влахэн рак. Аллаф сумхэр мэхэта тура, лакрит салли ути ахэр. Тамэ, блатсин михуд сламаканэ. Аль-пизэ. И только поэтому Тора говорит, ему доверяют сказать, что ты не чист, а ты чист. Почему? Почему? Это никак не связано с их служением в храме, это потрясающий момент. Именно на основе этих трех случаев, которые мы с вами привели, мы можем выучить сущность Ко-эна. Не его работа, а то, что он делает как бы за рамками этой работы. Это благословение, цараз и разрешение спора между городами. Почему? Потому что только если ты любя можешь сказать о человеке, ты не чист, есть сказать это с любовью, то тогда действительно он понимает этот статус. То есть, только когда у тебя есть этот ген любви и мира, каким бы ты ни был необразованным, и какой бы рядом с тобой ни был мудрец, и он четко знал о том, что это чисто, это не чисто, мы не доверяем никакому самому большому мудрецу, Роша Шиби и так далее, потому что у него нет этого гена. Потому что он скажет нечист с пренебрежением к этому человеку. Коэн скажет нечист, только любя. И это объясняет то, что дальше написано в Торе, я вот здесь вот читаю, если кто-то хочет следить. И это то предложение, которое приводит Трампом, объясняя свой закон, что даже необразованный конь, он обязан произнести эти слова чисто или не чисто, потому что говорит нам святая Тора в книге Творим, что только их выбрал Всевышний, дав Аарону этот ген, который передается из поколения в поколение, это не какие-то там амитохондрии, это отцовский ген Коэна, который продается из поколения в поколение, чтобы благословлять еврейский народ именем Всевышнего. И только они могут разрешать споры из любви и определять чистоту и ненавистиру человека из любви. И, другими словами, главное – это любовь, которая есть у Коэна. Коэн, который не относится с любовью, не относится с добротой к другим, он не работает. И поэтому Коэн, он такой же человек, как вы наверняка убедились, как и мы с вами. Он точно так же болтает во время молитвы, он точно, Коэн точно так же любит с нами выпить кидуш клави, Коэн точно так же любит посмеяться и рассказать анекдоты. Но когда приходит момент, когда это его не работа, а его природное состояние, он собрался, ососредоточился и благословил нас с любовью. Если этой любви нету, Коэн должен выйти и не благословлять. Если кто-то его достал, если сидят в синагоге и спорят о Украине и России, я не знаю еще о чем, и Диму и Толик это конкретно достало, потому что для Лестера, я не волнуюсь, он не понимает, да, там все в порядке, да, если их достал, если их достал Ян или Марат со своей Украиной, и Порошенко, и Зеленским, не могут они благословлять народ. Поэтому, дамы и господа, будьте осторожны, не раздражайте Коэнов, раздраженный Коэн не даст на благословение, не имеет права дать на благословение, должен это делать только с любовью. И второй вопрос, который нам остался в конце урока обсудить, это вопрос самого благословения. Что такое это благословение? Откуда оно берется? Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть вот эту любовь, которая должна быть у Коэна, и вернемся немножко, оправдаем врачей, я недавно услышал эту историю на одной из лекций, которую я слушал в записи. Есть такая очень известная любайческая семья Ашкеназии. В залу Ашкеназии, не помню, как его точно первое имя было, но он был главным раввином Квархабада. Это очень-очень известная любайческая семья. И сын главного раввином Квархабада, Шнерл Ашкеназии, рассказывал в одной из лекций историю о том, что когда они были маленькие, это были там какие-то 70-е годы, начало 80-х, то его младший брат очень сильно заболел, там вплоть до заражения крови. Короче, это было 9 авгу, они поехали в больницу в Тель-Авиве, в Тель-Авиве там сказали, что все, ребенка нужно резать, смотреть, если это заражение крови пошло, уже там затронул мышцы, то все это нужно срочно развязать, а у него там уже опухли пошли на руках, на ногах. И она в ужасе, эта мама, которая с этим ребенком, годовалого ребенка сейчас разрежет, там все, что делать, что нужно, спрашивать у Рэбе. Это было сразу после 9 авгу, Рэбе уже спит и так далее. У них были родственники, которые жили здесь, в Крон Найтс, пошли и абсолютно unprecedentedly эта женщина написала записку с просьбой о благословении Рэбе и подсунула под дом Рэбе, тогда жена еще была живая, и эта женщина была ее подругой. Она решила вот пойти просто в распространение жизни ребенка, подсунуть, Рэбе уже отдыхал, это было поздно ночью здесь, в Нью-Йорке, точнее уже ближе к рано утром, подсунула эту записку, но врачи кричат, что делать и так далее. И тогда папа этого ребенка, главный рабин Квахабада, он говорит, смотрите, Рэбе всегда в таких случаях, я часто приводил этот пример, он отвечал на вопрос, когда был вопрос врачебной экспертизы, он говорил, да, спросить у друзей специалистов, особенности, когда это шла речь о врачебной экспертизе, спросить у какого-то врача, но с которым вы в хороших отношениях, вашего друга. И они начали в этой больнице искать, и нашли, слава богу, кого-то, которого они хорошо знают, который знал их отца, там еще, ну не важно, там длинная история семьи, еще через Шанхай и так далее, и был врачом-ортопедом в этой больнице. Врач-ортопед, какое отношение к детскому врачу, он пришел, что-то там поковырялся, уколол иголочкой, говорит, тут нету гноя, вообще, о чем вы говорите, не нужно резать ребенка, дайте ему просто сильные антибиотики. Все врачи, он говорит, сколько детей ты видел, ты видел в своей жизни, там, ты вообще ортопед, и какое отношение ты к детской медицине? Он говорит, я вам говорю, тут так-то и так-то, я не знаю, я не знаю что, но я знаю, что этого ребенка, этого ребенка, эту семью я знаю много лет, они спасли моего там отца, что-то такое, и я вам говорю, я не позволю этому ребенку сделать там эту операцию, короче, он стоял на своем, ребенок, слава богу, жив-здоров, у него большая семья сегодня тоже в Пархабаде, но в чем идея этой истории? Он, мол, не был специалистом, как говорит Рамбам, он не мог определить вопросы заражения крови, но что у него было? У него была эта любовь. Самое интересное, что потом наутро, когда уже пришло благословение от Рэбэ, что было там написано? Спросить мнение у знающих друзей, то есть для того, чтобы вылечить человека, я сейчас не говорю о врачах, я говорю именно о Коинах, нужна эта любовь. И теперь давайте поймем, как это выражается, выражается именно в самом благословении. Посмотрите, что пишет Алта Рэбэ по поводу вообще всей идеи. Что такое благословение? Мы с вами учим его закон о благословении по утрам, но никогда я специально не касаюсь всякой мистической стороны благословений, в чем его эффект. Давайте посмотрим, что Алта Рэбэ пишет в одной из своих важнейших книг, о том, что такое природа благословения. Я читаю 18 отрывок, можете следить со мной вместе. Благословение на заповеди перед каждой заповедью. Баруха Таашем, все знают, как звучит эта мантра. Ки барух милошон хамаврих агеппин. Посмотрите, я для меня, я читал когда-то давно этот текст, но просто сейчас получилось связать это все воедино, благодаря нашему уроку, что слово барух, откуда происходит слово барух, само слово благословение, от слова маврих. Маврих это склоняет, маврих это дословно перевести, это склонять усики виноградной лозы. Зачем? Что опускает их в землю, то есть как семена в землю, и за счет этого вырастают новые плоды. Хай, но другими словами, Благословение и влияние навечно. Назначение самих слов благословения, это то, чтобы проявить присутствие Всевышнего в этом мире. Что его проявление будет очевидно для всех. Давайте после перевода, путать тугеда, о том, что здесь говорит алтарап, говорит просто потрясающую вещь. Слово барух, даже в современном виде от слова берех, это голень, колено, которое мы сгибаем. Зачем мы сгибаем? Если нам нужно наклониться вниз, не наклониться, потому что пропаду из камеры. Но он говорит это из другого танахического слова, когда мы рассаживаем семена, или рассаживаем в данном случае виноградник, что мы наклоняем семена, виноградник в землю, чтобы посадить новый виноградник. Что мы делаем, когда мы хотим что-то посадить? Нам нужно наклониться, вылить ямку и посадить земно. Что оно будет делать? Оно вырастает, совершенно новое растение. То, чего до этого момента не было, а было просто в этом земле. Это говорит алтарап и объясняет всю сущность слов благословения, что благословение мы говорим, как оно звучит, «Восвятый Всевышний Бог наш, Владыка Вселенной», что мы выросли плоды земли, создавшие плоды земли, плоды деревьев и так далее. Мы освещаем им всем, проявляем Всевышнего в этом мире. Как он проявляется? Творение – это из ничего во что-то. Не было этого дерева, не было этих бананов и авокад, не было клубник, не было ничего. Мы посадили, и оно выросло. Отсюда слово «браха», благословение – это появление чего-то нового. Это сущность благословения. И через это что-то новое проявляется слава Всевышнего. А теперь мы давайте посмотрим, на что же тогда, если это сущность благословения, на что же тогда мы благословляем, точнее, броку, которую дают нам коины. Здесь нужно далеко ходить. Посмотрите, что говорит Раши, что это вот за такое семя, которое сажается в нас во время благословения коинов. Я сейчас не говорю благословение, которое говорят коины на благословение, а само благословение коинов. Посмотрите, 19 статей, как Раши объясняет весь текст вот этого «Ивареха, шембэйшмареха», «Иварехеха, шьидбархунахасеха», «Благословит тебя, Всевышний, и будет тебя охранять, что он благословит, что твои владения, твои именно физические, материальные владения, они будут благословены». Что значит «бэйшмареха», «Будут тебя охранять», что имеется в виду? Чтобы благословляет тебя коины, чтобы бандиты и все вандалы во время civil unrest and riots не пришли и не украли твои владения и разрушили твои владения. Когда царь дает подарок своему подчиненному, он не может физически охранять его, чтобы у него его не забрали и не уничтожили. Очень странный комментарий Раши, потому что придут бандиты и заберут их у него, а вы говорите, что все случайность. Посмотрите, что мы сейчас читаем. Тогда какое удовольствие он получит от того подарка, который дал ему царь. Он дает и он охраняет. И есть много других объяснений. Нестандартный комментарий Раши, где он рассказывает нам какую-то историю про бандитов, про каких-то там погромщиков. К чему это здесь? Напоминаю, Алтаребе говорил, что нужно учить недельную главу, чтобы жить в ногу со временем. И я сейчас не занимаюсь простым дешевым популизмом, но, по-моему, более актуального того, что здесь говорится по поводу благословения, когда мы читаем в эту недельную главу, здесь более актуального ничего не сказано о том, что это благословение, что Всевышний тебе дает твои владения, и он их охраняет за счет, с помощью того, что коины тебя благословляют. Яэра шэмпана вэлеха осветит Всевышний твое лицо к тебе. Яэрлеха по ним сухокот, по ним цаубот. Что имеется в виду? Что он это сделает с радостью, а не из... Что с радостью будет давать тебе и охранять субботу, имеется от слова солнечный свет. Вэйханха, да, и будто тебе заботится. И тэльнахахэн будет к тебе проявлять свое обаяние. Иса шэмпанабэ лэхэ, последняя праза, что повернет свое лицо к тебе, ихвэшука осо, что он будет владать своим гневом. Здесь Раша дает нам целую талмуд о том, что такое благословение Коэнов. Благословение Коэнов идет речь о финансовом благосостоянии. Но Всевышний, он у него системный проход, подход. Не достаточно, что он дает тебе финансовое благосостояние, он благословяет тебя еще тем, что он его охраняет, и никакие бандиты и погромчики к тебе не заберутся, и не разломают витрины твоего магазина. Более того, даже благословение Коэнов работает как? Что даже если тебе это не полагается, Иса Шампана Блэков все равно повернет тебе свое лицо и подавит в себе свою злость на тебя, потому что ты плохо себя ведешь, и все равно даст тебе материальный достаток и будет его охранять. Это благословение Коэнов. Теперь, если мы вернемся к тому, что говорит Алта Ребе по поводу природы благословения, да, что такое природа благословения? Это зарождение чего-то нового, да, то есть сама идея благословения это не благословить то, что у тебя есть, а дать того, что у тебя нету, и тогда это нам объясняет очень важное противоречие, которое мы с вами читали и обсуждали, я точно помню в прошлом году эту тему, в главе Выху Катай, в конце книги вы экран, мы читали уже про благословение, материальное благословение, получается, Раша говорит, что все благословение Коэнов это благословение на что-то материальное, посмотрите 20-й отрывок, мы уже про это читали, будете идти моими законами, соблюдать мои заповеди, будете их выполнять, и там я дождь вовремя, и земля будет давать свой урожай, и дерево будет давать свои плоды, то есть, и там еще продолжается 12 предложений по этому поводу, что если мы будем выполнять заповеди, Всевышний даст нам благословение, и все у нас будет хорошо. Зачем же тогда к объяснению Раши нам еще раз это благословение? Ведь это благословение, как объясняет его Раша, я понимаю, что здесь много слов, но прочтите еще раз. Он говорит о том, что это благословение на то, что Всевышний дает тебе материальный достаток, и то, что он его охраняет. Уже у нас было про материальный достаток, мы знаем, как это работает. Я тебе, я выполняю заповеди Всевышнего, Всевышний заботится о том, что у меня было все хорошо. Но обращает на это тонкость, на это тонкость внимание любавческие рэбы и в одной из самых известных своих бесед, она из первых бесед, по которой я давал лекцию еще в Израиле, беседы любавческие рэбы, и говорит, что не-не-не-не-не-не, коины нам дают совершенно другое благословение. Это не бартерная сделка, посмотрите, что говорит любавческий рэб. 21-й отрывок, я читаю здесь. И это совершенно новая идея благословения коина. По отношению благословения, которые приводятся уже в благословение Парашат Бакукатая. Напомню вам наш вопрос, в главе Бакукатая уже сказано, что Всевышний даст нам материальный достаток, если мы будем соблюдать заповеди. Зачем еще одно благословение коина на то, что у нас будет материальный достаток? Это то, что у тебя уже есть, то добро, что ты уже нажил, оно будет у тебя увеличиваться. Что будет много. Что то, что у тебя уже есть, если будешь выполнять заповеди, то Всевышний, то поле, которое ты посеял, его польет вовремя, оно даст плоды, это деревья, которые ты посадил, он даст ему хорошую погоду и будут тоже плоды, то есть идет речь о том, что у тебя уже есть Всевышний за то, что ты выполняешь заповедь, сделай, чтобы тебе этого было много. За что? За что? За то, что будешь выполнять заповеди. Но тут нам, дамы и господа, дается совершенно потрясающий лайфхак, как иметь то, чего у тебя нет. Посмотрите, помните, мы много раз с вами говорили о том, что нужно быть очень осторожным, когда мы просим что-то у Всевышнего, потому что, когда мы просим что-то у Всевышнего, чего у нас нету, Всевышний нам даст, но для того, чтобы получить то, что у нас нет, оно не дается авансом, оно дается тогда, когда тебе это положено, тогда, когда ты просишь того, чего у тебя нету, ты должен быть готов к испытаниям, чтобы прийти к тому состоянию, в котором ты получишь то, что ты просишь. Но здесь, в нашей недельной главе, Тора, нам дает потрясающий испытаний. Посмотрите, что говорится. Я вот читаю вот здесь, говорит любопытческий ребер. Но это благословение, благословение Койна, у него совсем другая тема. Она особенная. Что те благословения, которые есть у человека, они сами по себе растут. Сами бум-бум-бум, каскадель самок в рамках взяла и совершенно за рамками природы. Я хочу, понятно, о чем здесь говорится, что одно дело, ты посадил и у тебя выросло, выросло много, потому что был дождь, естественно, причины, по которым Всевышний вот дает через природу тебе благословение. Здесь говорится, как приводят там же в той же беседе любопытческий ребер, как у нашего правоца Ицка, как сказано в Эйзра Мэш-Ша-Ри, что у него выросло в сто раз больше. Это благословение абсолютно неестественного материального роста. Но я хочу сказать еще больше. Если мы вернемся к объяснению Алтар-Эбе, что такое благословение. Благословение, которое на заповеди. А здесь говорится, благословение, которое само по себе имеется заповедь, что это как посеять то, чего нет. Что может быть у тебя все, что есть, это только зерно. Благословение коинов работает так, что из этого зерна вырастает дерево. Что ты благословение коинов, это не благословение на то, что твои, как говорят, buy before Roshana sell after Yom Kippur. Как вы думаете, почему? Потому что в Roshana мы слушаем благословение коинов, и в Yom Kippur мы слушаем благословение коинов. Поэтому есть шутка в Америке. Покупай, вкладывай перец в Roshana и продавай после Yom Kippur. Почему? Потому что увеличивается это твое достояние благодаря благословению коинов, но мне кажется, изгибается еще больше, что благословение коинов – это лайфхак, как получить то, чего у тебя нету, и тебе за это ничего не будет. Потому что это самосущность благословения, когда дается тебе что-то, чего у тебя нету, совершенно вне рамок природы. Когда семя, в котором 100% нету апельсин, сажается в землю от слова «браха» наклониться и опустить его в землю, и вырастает у нас как это, поле чудес в стране дураков. Ну, не важно, не будем в эту сторону уходить. Но так или иначе, благословение коинов – это идеальный лайфхак о том, как получить порноса, даже когда тебе это не полагается, но ты это получаешь за пределами разумного. Если благословение в главе «Бэхукатай» – это чтобы то, что ты вкладывал с благословением Всевышнего, оно работало. Но Всевышний отдельно дает право коинам давать нам благословение, чтобы оно работало, несмотря ни на что. Чтобы ты получал то, что по рамкам, ни по каким критериям ты получить не можешь. Чтобы ты посадил одно зерно, которое ничего не значит, и выросло у него, у тебя целый сад с деньгами на ветках. Это благословение коинов. Почему у них это получается? И здесь мы сейчас закруглим все, что мы говорили раньше. Поп, вспомните, что говорит Метан Штанхум, извините, мелькаю перед экраном. Что он говорит? Что все вы, когда евреи задают вопрос, зачем нам коины, мы хотим твое благословение, он говорит, не волнуйтесь, я стою рядом с ними. Почему? Потому что у коинов есть этот ген благословлять любовью. Откуда он берется? И если это благословение на порносу, то нам Дима Столиком и Лестером дают благословение о том, чтобы мы были богатыми, богатыми, а самим ничего, то нормальный здравомыслящий человек будет завидовать, что-то я ему даю броку, я должен получать комиссионный, логичный подход. Но наши коины, они потомки Аарона, который радовался за Муше просто так, потому что у него все хорошо. И поэтому с этой любовью, которая у них есть, они могут дать нам это благословение. Потому что, если это будет идти напрямую от Всевышнего, это как благословение Бехукатай, благословение за то, что мы выполняем заповеди. А если Всевышний дает нам вместе с коинами, то это совершенно не связано ни с какой логикой, и не с рамками, и так далее, выходит за все какие-то рамки и говорит об этом Арминахе Меркинати в своей книге и перужит пилот. Арминахе Меркинати это итальянский каббалист, в общем-то, на его учении основно то, что мы сегодня каббалой не называем, это немецкая каббала, екин, Бормс, Розенбург, Розенбург и так далее. Посмотрите, что говорит арминахе Меркинати. Безеу Шамру Хазали это то, что скажем наши мудрецы. Шасур, Листакель, Бекуэн, Шепурэш, это Порэш, я дам. Почему? Что нам нельзя делать? Ну, нельзя смотреть на электросварку. Почему? Потому что будет вава в глазках. Нельзя смотреть на растопыренные пальцы коина. Я так не умею, да, понимаете? Я знаю, сейчас после урока Дима нам столько продемонстрирует, я неправильно делаю, я читаю. Да, но вот эти растопыренные пальцы, что такое эти растопыренные пальцы, да? Что, нельзя, говорят, это закон, нельзя смотреть на эти растопыренные пальцы, которые все здесь пальцы складываются вместе. Почему? Говорит Рабракинати. Шашхина Шурабен Ядаб, да, что между этими пальцами, между этими пальцами, да, тут лишняя строчка есть, да, это я уже, из своих записей туда поставил, да, что между этими пальцами находится божественное присутствие. Что имеется в виду? Что у нас 10 пальцев? 10 пальцев, это у нас 10 сферот. Есть куча объяснений, сейчас не будем даваться в подробности. 10 сферот, это структура мироздания, это своего рода проекция, как Всевышний творит этот мир. Соответственно, давайте представим себе такую сцену, хотя, может быть, это не совсем верно. Стоят коины, как говорит Мира Штанхума, рядом с ними стоит Всевышний, если бы Всевышний напрямую дамбо благословения, это была бы бартерная сделка. Но через эти пальцы коинов, через эти 10 сферот, которые являются пальцы коина, светит совершенно другой свет, другая проекция, которая, независимо ли от чего, дает нам много денег, много материального достатка. Более того, не просто материальный достаток, как Ивареха Хаошем Варишмереха, благослови тебя Всевышний материальный достаток, и он тебя еще будет охранять от всяких бандитов, которые пытаются забраться в наши бизнесы и так далее, как говорит об этом Раша. И подводя этому всему итог, на этом, в общем-то, основана вся эта лекция, это замечательный Маамар, я тут кусочком его привел, я прочту и объясню, Маамар Цемах Цедека, Третьего Лебальческого Рэбе, замечательная книжка, очень сложная книга для изучения, Дерах Митсуатеха, это каббалистические, хазидские объяснения, объяснения заповеди, где отдельно объясняется заповедь благословения Коэда. Посмотрите, что говорит Алта Рэбе, и все наши два вопроса сочетаются в этом, ну не Алта Рэбе, но в Цемах Цедеке сочетаются вместе. Юван Альпи Маши Катуф, Веины Парах Матеару. Понять эту заповедь можно на основе того, что сказано, расцвел по Сахару. Помните историю с Корохом, когда сказали, каждый посадит свои посоки, и посох Аароны расцвел. А че на нем выросло? Да, сейчас вспомним, поле чудес в стране Драков, деньги на деревьях и так далее. Я понимаю, вейгмоль шкидим, и выросли на нем, выросла расцвелан миндалем. Дешкедим эмми маарим лифрох миколеперот, что миндальные цветы первыми раскрываются по весне. Вейняна ныруту рэмес аля кеуна. И это вот эта вот торопливость, которая вырастает миндаль, ведь посох Аароны не расцвел яблоня или с вишней, или сакурой, а расцвел именно миндалем. И вот эта вот торопливость, которая расцветает миндаль по весне, намекает нам именно на сущность коины. И когда мы что-то просим у Всевышнего, то должны пройти много разных инстанций. И пока это до нас доходит, это должно оживить всех ангелов на всем порядке снисхождение Божественного Света. И когда это благословение Всевышнего до нас уже доходит, воспринимаем нами видом, мы уже вообще не помним, что это было. Как работает в нормальной большой бюрократической системе. Если кто-то помнит первый сезон «Слуги народа», то там дали, я не помню, миллион долларов, чтобы починить дорогу. Тот, которому дали бюджет миллион долларов, он звонит в следующий, «Так, немедленно починить дорогу, вот вам бюджет полмиллиона долларов». Он говорит, «Так, кто так нанимает работников, говорит, так, вам, чтобы починить дорогу 100 тысяч». Кто говорит, 100 тысяч, да, он покупает материалы и так далее, берет работников, последний прораб и говорит, «Так, каждому по 10 долларов починили дорогу». Вот так работает нормальное благословение Всевышнего. Ты ему заповеди, ты ему заповеди, а он тебе постепенно через все процессы мироздания дает, через всю бюрократию, дает тебе благословение. Да, это что у нас песня зовется, да, но что говорит здесь цемокцедык, да, «Рыфао тагу в добрыха шаним, да, когда мы просим о излечении и о благословении на долгие годы, «Бальзэмру розаль», и об этом сказали наши мудрецы, «Адам нидон бэхоль йон», человека судят каждый день, «шанидон лэфи маасав», что в зависимости от того, как мы себя ведем, «Аимра уйки, да, чем шага хэсэ, или он дает на трика», или он достоин того, чтобы это милосердие спустяло, и впал с нему постепенно, «Мэнбэнгарна мруханьют лэгэшмют» из духовных единиц материальных, «О, эйна рау, или нет достоин, вазвишэ, а хэсэт лэмалэ», и тогда это останется в милосердии Всевышнего наверху, «Бэйкавэн шам бэма шээси пылота ану бэганэйта», а получит он его уже в Ганэйте, да, если тебе положено, да, что здесь говорит алтарэ, цемокцед, ну и так, тебе, допустим, молодец, ты хорошо молился на Юмкипур, слушал турбление в шафар в Роша Шана, кушал гефилд и фиш с медом и макал в нее яблоки, ты большой молодец, тебе положено, все, но проблема в том, что каждый день проходит суд, тебе присудили, но если ты в этот день не заслужил, то вышестоящие инстанции говорят ему, пайки не выдавать, никакого вэлфера, он никуда не пропадет, это уходит в пенсионный фонд, который ты получишь в грядущем мире, и поэтому зачастую то, что нам даже полагается, из-за того, что мы сегодня что-то там накуролесили, мы не получаемся, но то благословение, которая благодать, которую мы получаем у Аарона, и все его потомки, коины, которые растопыривают свою пальцем благословения, моментально приходят, самого верха, самого Всевышнего, Адулама Шафель до нашего мира, Бейн Монеум Макебен Моним Бедин Клаль без каких-либо инстанций, а совершенно напрямую нам. Почему? Потому что растопырив пальцы, наши коины, у которых сразу цветет весь миндаль, они проецируют совершенно новый божественный свет, который стоит, как говорит Меда Штанхума, стоит рядом с ними, и если бы он благословлял напрямую, то тогда все по регламенту. Но когда через коины, коины — это скорость, производство, коины — это благословение сразу, независимо ни от чего, не постепенно, не за что-то, а просто так, удваивается, утраивается и так далее. И если вы посмотрите даже на слово барех, то слово барех, браха, корень, слово барех, это все двойные буквы. Бет, гематрия 2, удвоивается предыдущая буква, буква алиф, которая один. Хав, гематрия 20, удваивается предыдущая буква, которая буква Ю. рейш, гематрия 200, удваивается предыдущая буква, которая КУ. Вся идея благословения, заповеди благословения коинов — это в том, что они приумножают наше благосостояние, даже, когда нам это не положено. А почему они могут это сделать? Потому что они такие добрые, белые и пушистые. Они растопыривают свои пальчики, и божественный желтый свет светит через них, потому что они унаследовали ген любви, ген, который был зарожден пациентом номер 0, нашим святым, первосвященником Аарона, и бесспорно передается в особенности нашим личным, домашним коинам. Поэтому хотите получить все и сразу, что у вас от этого за это не было ничего? Служайте благословения коинов. Спасибо большое. На этом мы сегодня остановимся.